что друзья всем привет привет люби хлопчики девчатка снимем наши полевые условия как мы сейчас работаем вот смотрите грунт вот такой вот но мы не едем пока по нему потому что мы едем по над вот эта посадочкой по траве потому что все равно да она немножко подсохла разворачиваться пустой можно мы прицеп отцепляем и вот так вручную разворачиваем потом подсоединяемся помните эту балку есть видео где мы застряли вот в этой балке мы застряли друзья нас тогда сложила да так что мы снова здесь покажу что мы там наваяли продеремся сквозь кусты и подрываемся посмотрим вот видите я наваял уже здесь немножко тоже все позабираем на все просматривать и кайсо там пропустил некоторые вот это вот живая видите кажется наклонная но она живая друзья там она зим перенашивает вам привет всем он видите там сколько сейчас подойду пролезу под низом друзья адрюха будет ругать дергаю но выхода нет а а здесь должна звучать музыка из командос друзей но это не тик ток тут не подложишь потому что я в прямую снимаю вот так вот сюда выносим сейчас споткнулся деревинка мы уже тут сидим дня три тут дожди были но мы работали по над дорогой там у нас как вы знаете трассу делают как нибудь потом сниму и трассу сколько там уже всего сделано вот видите сколько вынесли уже а мы уже пиляли у нас где-то в районе восьми часов утра вот мы уже уже немало и здесь еще то вынесется по машине у нас все в порядке а нет купил новый аккумулятор друзья новый аккумулятор потому что тому же наверно года четыре было я два года проездил как машину купил в феврале будет два года он у меня но он еще там живенький был я его подзарядил там я рассказывал у меня был желтый сотка с автобуса еще остался свято я его сдал аккумулятор купил за 1700 гривен тот аккумулятор сдал за 400 гривен получилось 1300 гривен вышел новый аккумулятор всего а тот старый с машины еще живой я его зарядил друзья и оставил тоже как страховку на свет подключение к светодиодам когда может не дай бог выключать свет у нас светодиоды включил автомобильная и все работает друзья я с вами пройдусь вот посредине можно идти она камера конечно показывает что на светленькая но тут мы тогда застряли тут грунта друзья ну будь здоров хороший чернозем а вот смотрите какое дерево он даже камера показывает там есть тут еще деревья куча и он да тут о вижу он сколько до достаточно достаточно можем даже зайти посмотреть друзья наперед что у нас еще здесь есть что у нас здесь есть я провожу здесь цельная поляна друзья свободно тебе сколько он дерево лежит еще кусочек с него можно будет взять вот так вот сегодня не холодно довольно градусов 6 тепла но такие как 10 11 ветра нету и от куртки ну правда там пару теплых свитеров под низом конечно не балуемся бережем здоровье прям камера в камеру летит ветки вот так вот мы работаем парень там один неделю от работал с нами и сбежал терпение закончилась в пивоха конечно все кто не пьют друзья работы во всех хватает друзья мы из канады тоже но не не то что друзья мы хорошо общаемся у меня там у людочки свой салон мог к муж на фуре работает у них есть канал на ютюбе там деревина лежит вижу но не вижу хорошая ли гнилая вот смотреть даже соседи стали завидовать у нас любители завидовать работать не хотят я представляю если наших людей все равно отправить в америку где есть деньги заработки что вы думаете все будут ныть потому что ох там столько деревьев лежит потому что что надо друзья работать а не ныть я понимаю у кого там здоровья нет это такая беда но если все в порядке молодой же вот там женщина пенсионерка неплохой дом там забор красивый все но кучу деревьев палит я же говорю ну надо было утеплить проще продать и просит 20 тысяч долларов зато дома это огромные деньги которые он не стоит совсем вот тут мы застряли друзья а в молодости что вы делали почему дом не утепляли полы не утепляли через полы через потолок выдувает за вас что президент будет делать у нас привыкли вот это ныть был бы был бы байден или там это что был до этого там кому-то он больше нравится я не спорю так ну он же за вас ничего не будет делать он предоставляет условия тоже вам виноваты ох народ у нас да вот тут мы застряли помните тут такая грязюка была нас как кинула а сюда кстати можно доехать даже до самого низа друзья можете себе представить я иду спокойно и можно дальше может там пилили тут мы деревья вытягали помните тут балка ведь и акации большие такие а так я си акации к большая посмотреть тут ничего не упала ли кстати проехать можно можно проехать и туда подняться так что мы пока если нас не завались сильно там есть акации к не знаю она гнилая была нет это допилил не помню да вот вернусь назад уже метров 150 прошел вам показал извините показал он все зайдем посмотрим деревинку она по-моему или гнилая мы ее пилили попробовали она гнилая да 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 вот видите лежит а ну-ка ну так домой на дрова забрать а вот там спереди хорошие лежат он есть есть мы не ленимся видите все 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 вытащим это уже будет потому что сегодня еще приедем клиенту надо 4 две ходки посмотрим тут неплохо доехать развернулся по травички а мы тут когда на подъем застряли и у все не смогли окна гамон друзья немножко прилипает это как помните у меня бельгирские персы военные уже не один год надежные вот этот объездная дорога ну сейчас проще сюда по травичке тут иногда бывает так что кошмар не знаю буду ехать в киев брату или нет еще не решил друзья там на 17 число в швейцарию ну как друзья собутыльники в хорошем смысле слова по фирме аккорд тур мы общаемся мы ребята в швейцарии будут ехать говорил нет там скажу может сто первый раз бы слушать вот деревья хорошие это 150 евро всего стоит там включены там некоторые экскурсии конечно бесплатно обязательно ну как всегда 100 евро сверху надо иметь на другие там экскурсии там 25 30 евро различные то есть если в гривнах друзья это грубо берем 100 евро 3000 гривен 54 с половиной тысячи плюс на дорогу берем где-то если отсюда недорого ехать поездом туда обратно где-то 1200 то есть 5 700 гривнах ну еще 100 евро как я говорил то есть 8000 гривен 8000 это можно сказать даже почти одна минимальная зарплата сейчас будет зарплата шесть с половиной тысяч там 250 что-то долларов вот такую жену за жена кстати получает такую зарплату но мы ее не видим вся уходит внучкам нашим это хорошо так что так друзья азим наверно перенес там мы наш репортаж закончим вот так вот вам хорошего настроения бодрости сил с прошедшими праздниками там кто в америке в канаде празднует разным календарям но у нас тоже мы уже будем больше как от советизма отходим 25 числа будем праздновать рождество так что друзья все всем удачи он гору наслужил отсюда вынес да ну здесь еще где-то было и вот еще сюда выноси а я там напилил да сша лес да тут кстати проехать можно по балке там легко дальше да по краю наоборот а по прямой можно все друзья давайте сейчас азим да вынесет и мы работаем всем пока здоровья хорошего настроения как это желаю счастья в личной жизни пух пока друзья всего вам гарно и до новых зустричей и как всегда до встречи на наших курортах бердянска